Тема моей проповеди сегодня необычная, называется «Наказание от Господа». Знак вопроса. Такое возможно? Бывает или нет? Проверим, что об этом говорит Священное Писание. Вообще, эта тема редкая, не очень приятная. Я сам мало слышал на эту тему проповедей, но это взято из Писания. Итак, 1 Коринфяна, 11 глава, с 28 по 32 стих. Да, испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы Богом, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Другой перевод. Но человек должен испытать себя, проверить себя, и только потом вкушать хлеб и пить из чаши. Потому что тот, кто ест и пьет, не придавая значения верующим людям, которые являются телом Господним. Тем самым навлекают на себя суд. Именно по этой причине есть среди вас много больных, немощных, и даже некоторые умерли. Но если бы мы сами себя подвергали строгому суду, тогда Бог не судил бы нас. Господь нас судит, чтобы наставить нас на путь истинный. Мы же терпим Его наказание, чтобы не быть осужденным со всем миром. Итак, друзья, контекст этого Писания, которое я прочитал, конечно же, говорит о причастии, которые мы будем принимать сегодня. Вступление, предупреждение и здесь два главных вывода. Первое. Бог лично занимается твоим воспитанием. Второй вывод. Бог призывает всех верующих анализировать свою жизнь. Если мы признаем, что мы дети Божьи, мы отдаем Богу право нас воспитывать. Нам не нравится дисциплина. Взрослым не нравится, когда вас дисциплинируют, приструняют, и детям это не нравится. Но параллельно все согласны, что вам так же не нравятся невоспитанные дети. Правда? Хоть они и чужие. Бывает, ну так, туда, сюда, трах, бах, и вам так хочется, ну его помочь воспитать. Аж хочется узнать, ну а чьи такие невоспитанные дети? Вот так, друзья, иногда нам не нравится порядок, но мы все очень быстро устаем от беспорядка. Поэтому здравые родители, они воспитывают своих детей с любовью, в меру, балансируя и любовь, и строгость. Когда мы говорим о Божьем наказании или дисциплине, это то, что мы прочитали, и там говорятся такие вот слова, там болезни, Бог судит. То я хочу вам напомнить контекст, в котором это было написано. Это было написано Коринфянской церкви, которая в то время, если вы прочитаете, изучая эту книгу, вы увидите, в каких грехах они жили. Блуд, сексуальная извращенность. И это были люди верующие, которые ходили в церковь и параллельно, одновременно грешили разными сексуальными грехами. Именно в том контексте их обличает, наставляет Павел, пытаясь их исправить и предупреждает, что если это не поможет, будет заниматься этим сам Бог. Итак, друзья, если допускаем, читая из Писания, что в той церкви, это была церковь, обращение точно к верующим людям, потому что контекст идет о святом причастии. Говорится о людях, которые часть тела Христова верующие. И идет предупреждение обращения к верующим. Значит, если тогда у них был грех, присутствовал грех в церкви, у некоторых людей, они жили в грехе, и одновременно и в церковь ходили, и участвовали в причастии, то как вы думаете, есть ли шанс, что и сегодня это возможно? И в церковь ходит, и называется правильно, но параллельно может жить в разных грехах, не обязательно сексуальных, но этим Библия подчеркивает, что Бог не потерпит двойной жизни. Дома грешу, с понедельника по субботу у меня одна жизнь, в воскресенье я правильно оделся, вовремя улыбнулся, все идеально. Бог не так смотрит на эту ситуацию, и Бог лично в Слове Своем заявляет, что я не допущу, чтобы святое смешивалось с таким, знаете себе, так себе, греховное, серое, непонятное. Нет, это святыня. Люди мои призваны быть святым, призваны жить свято, призваны святой, да освящается еще, и Бог за этим наблюдает. Но самое главное, друзья, это то, что Бог это делает с целью, чтобы нам помочь стать лучше. Точно так же, как и родители занимаются дисциплиной со своими детьми, ограничивая их, дисциплинируя их, наказывая их с целью, чтобы ребенка исправить, поправить, направить, помочь ему в жизни состояться, вырасти воспитанным и хорошим человеком. И хоть дети возмущаются, им больно, им непонятно, но родители уверенно занимаются воспитанием, здравые родители. Точно так же и верующие, взрослые люди, мы дети Божьи. А значит, у нас есть отец, который имеет право на наше воспитание. Согласны мы, не согласны, замечаем ли мы это в нашей жизни или не замечаем, видим это как случайность, какое у нас не было бы мнение, это не столь важно. Я доверяю Библии, а в Библии написано, что Бог занимается воспитанием верующих людей. Написано, что мы наказываемся от Господа. Дальше, друзья, важно сказать то, что, когда мы читали с вами о болезнях, то хочу подметить, что наказание от Бога не всегда выражается только через болезнь. В примере из Писания, что Бог точно за этим следит, евреям 12 глава, почти вся глава говорит о дисциплине, о отношениях Бога и Его детей. Если вы прочитаете, там много раз пишется, что сын любит, наказывает, потому что любит, человек терпит, ему не нравится, но это все во благо. В Евреям 12, 5 написано, не пренебрегай наказание Господня, значит оно есть. Не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он с большой буквы Бог обличает тебя. Через разных людей, разными методами, но Бог это делает. Дальше, ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Итак, друзья, когда мы говорим о наказании, о дисциплине, то часто у нас возникает идея, особенно у людей, которые давно живут в Америке, что такой строгий Бог, это только славянский Бог такой строгий. Если вы знаете американского Бога, Он добрый. Там все, там все лави-дави, там все, всех прощают, там благодати куча, там все, типа почти можно. Бог любит, и Он по-другому не может. Он есть любовь, и это правда. Но хочу также, чтобы мы все верующие помнили, что нам важно сохранять баланс, и часто нас называют, мы верующие христиане полного Евангелия. Это значит, нужно знать две стороны и всю правду. Это правда, что Бог любящий, сто процентов, и милующий. Но это также правда, что Бог, Он и судья. Справедливый, также судья. И здесь, друзья, мы когда с вами, возможно, вас это удивит, но я сам сделал это исследование, слушая некоторых американских известных проповедников, они тоже проповедуют о дисциплине Божьей. И также употребляют, даже хотя в Америке, все общество против любого рода запретов, наказаний, дисциплины. Все здесь призываются к толерантности, свободу давай, ребенок должен сам выбирать, решать и так далее. Но смотрите, что говорит Библия. Притчи 29.15. Розга и обличение дает мудрость. Но отрок, оставленный в пренебрежении, делает стыд своей матери. Поэтому, друзья, несмотря на то, что сегодня это непопулярная тема, непопулярные методы, я хочу, чтобы все верующие знали, что воспитание, дисциплина – это полностью библейский метод. Библейский метод. И мы читаем об этом и в Старом, и в Новом Завете. И сам Бог говорит, что Он также заинтересован в том, чтобы иногда помогать и нам. И важно здесь, друзья, когда мы говорим о дисциплине, знать и другую сторону Бога. Что Бог – Он источник любви. Он точно любящий Отец. И те люди, которые по-настоящему знают Бога, уверенно могут сказать, что Бог милует нас намного больше, чем мы заслужили. Вот такого Бога мы верим. И в этом есть большая привилегия, и за что Богу слава. Когда мы с вами читаем эти тексты о Божьей дисциплине, важно заметить, там написано, кого любит, наказывает. То есть Бог движим не местью, не злом. Он не просто хочет тебя подловить, сломать, раздавить. Кого любит. Точно так же, как и родители здравые, если детей любят, они их наказывают иногда с целью, чтобы они стали лучше. И в Писании написано, Евреям 12.11, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученными через него доставляет мирный плод праведности». Плод. Плод не получается за сутки. Плод – это процесс. Точно так же и мы формируемся, и иногда проходим процессы, которые болезненные для нас, чтобы получить вот этот мирный плод праведности. Все равно хочется как-то крикнуть, ну как Бог может причинять боль? Друзья, так же, как и доктор, хирург, который вас режет, делая вам операции, больно. Но все ради единственной цели – чтобы спасти твою жизнь. Точно так же и Бог заинтересован спасти твою душу, спасти ее. Поэтому, друзья, нам здесь важно заметить, что Бог это делает, чтобы в итоге каждый человек был спасен. Смотрите, когда мы говорим о болезнях или о каких-либо трудностях, испытаниях, как мы бы их ни называли, важно понимать, что нельзя называть, что любая болезнь – это от Бога. Бог наказал, любая беда – значит, Бог наказал. Смотрите, разговор, подобный вопрос был во времена Иисуса. Иоанна, 9 глава. Там для нас есть хорошие уроки. Второй и третий стих. Его спросили ученики, а почему этот слепой от рождения? За что, Господи, он наказан? Кто согрешил? Иисус отвечает, не согрешил ни он, не согрешили ни его родители. То есть, видите, беда, болезнь не потому, что кто-то согрешил, но для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Через его жизнь, через его реакцию, через вот этот пример люди могут видеть даже в нем, даже в этой ничтожной ситуации, Божью славу и Божьи дела, которые кто-то будет удивляться. Вы знаете, друзья, когда Иов попал в беду, заболел, то человеческий рефлекс был такой же, как и у нас. Какая была первая реакция его друзей? Иов, ну, пора каяться, правда? До этого момента ты просто хорошо скрывал. Ну, пришло время, видишь, надо как-то, Иов, за свои грехи, ну, как-то избавляться. Вот так, друзья, примерно реагируем почти всегда мы люди. Когда мы кого-то видим в беде, в ситуации, в болезни, в проблеме, у нас примерно есть мнение, правда? Примерно есть мнение, почему? Но это не наша ответственность. Писание призывает, чтобы мы осуждали себя, а не других. Мы не призваны анализировать других. Писание призывает нас анализировать себя. Поэтому, друзья, важные принципы, которые мы видим в этом тексте, первое, Бог занимается твоим воспитанием, второе, Бог призывает нас анализировать свою жизнь и третье, Бог хочет сохранить нас от вечного финального суда, приговора, где ты попадаешь в неповоротное, уже нету пути назад, когда ты уже осужден вечно быть, либо с Богом, либо в аду. Вот чтобы нас не постигло такое положение, от этого именно Бог нас пытается сохранить. Именно это самое главное увидеть, чтобы мы не попали под этот суд великий и финальный. Поэтому, друзья, анализируя, наблюдая за этими текстами Писания, там ясно написано несколько раз, да испытывает же себя человек, 1 Коринфянам 11 глава. Если бы мы судили сами себя, в английском переводе examine yourself, то есть анализируй себя, проверяй себя, несколько раз этот призыв звучит к верующим, когда они попадают в церковь. С одной стороны, люди, которые ходят в церковь, значит, у них все нормально, те, которых плохо, они не ходят. Оказывается, нет. Те, которые ходят, у них тоже не все нормально. Вот почему в Писании написано анализируй, проверяй, испытывай себя. Там не написано, чтобы люди осуждали других, чтобы они не осуждали других. Люди и так это делают, мы всегда осуждаем других. Но там написано, чтобы мы судили себя, осудили себя. Это самый главный призыв. Представьте себе, что если мы в физической жизни не будем анализировать свое здоровье, что будет? Не будем анализировать свой образ жизни, то придет рано или поздно время, когда нас будут анализировать доктора. От слова анализы будем сдавать. Помните? Или не хочется вспоминать? И вот мы анализируемся уже другими людьми. Но этот вариант дороже и больнее. Поэтому лучше самим себя анализировать. Это то, к чему нас призывает Писание. Только эту схему в физическом мире точно так же можно применять и в духовной сфере, в духовной нашей жизни, чтобы себя проверять. Интересно, что здесь также написано о том, что мы можем участвовать в причастии недостойно. Недостойно. То есть, значит, есть шанс каждый раз, когда мы приходим в церковь, каждый раз, когда мы прикасаемся к этой святыне, есть шанс, что мы это можем делать недостойно. Вопрос, что это значит? Итак, две мысли. Первое, недостойно, значит, когда человек не ценит жертву Христа. недостойно, недооценивает, что, как много было сделано за тебя, Иисусом Христом. Небрежно относится к этому. Ни с благоговением. Машинально, по привычке. Другая сторона, что такое недостойно, написано в тексте, не рассуждая о теле. Недостойно, запятая, то есть, не рассуждая о теле. А что это значит? Это значит, не думая о своих отношениях с людьми. Потому что тело, это церковь. Этот же апостол Павел пишет о теле Господнем, пишет о церкви, о верующих. И, кстати, в новом переводе, мы там с вами читали, если помните тот текст, там написано, не учитывая других людей. А как их нужно учитывать? Твое отношение к ним, твоя реакция, твое поведение, разговоры, конфликты, натяжки, обиды и так далее. Вот почему здесь именно об этом говорится. И цель, друзья, окей, ладно, Писание призывает нас анализировать себя, судить себя, хорошо, я понял, я виноват, я не прав, убедили. Окей, я не буду участвовать в причастии. Стоп, 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 стоп. И это и ты победитель? С одной стороны, ты правильно сделал, что ты уважаешь, понимаешь, что с этим играться нельзя. С другой стороны, ни в коем случае нельзя останавливаться на полпути. Я понял, что я недостойный, я грешный, у меня там есть проблемы, конфликты, грехи и так далее, я не буду участвовать. Но смотрите за текстом. Там написано, «Итак, пусть человек испытывает себя, и дальше, и пусть ест». Так значит, подожди, пусть ест или не ест? Сначала пусть анализирует себя, проверяет себя. А зачем? Конечно же, чтобы признавать, идти к Господу и сказать, «Иисус, прости меня». И дальше написано, «И пусть ест», потому что в этом есть жизнь. Я прочитаю вам текст, который говорит, «В этом для верующих людей – это жизнь». Это не просто такие активитис, которые придумали здесь, в Джексонвилле. Это заповедь Христа. Поэтому, друзья, нам важно понимать, что я часто иногда говорю в нашей церкви, когда мы приходим к этому моменту, можно вытягивать свой телефон, кому-то текстануть, извиниться, кому-то позвонить, попросить прощения, кому-то подойти. А главное, Богу тоже признаться, «Господь, я виновен, я прошу прощения». Какой смысл испытывать, анализировать, понял, что ты по уши в грехах и сидеть, ну, я понял. Ну, а дальше? Ведь Бог же не ставит людей в тупик. Не в этом смысл. Бог дает выход, направление. Поэтому нам важно каяться перед Богом, извиняться перед людьми. В новом переводе, если там можно тот слайд, там написано, сначала или до того, человек должен испытать себя и только потом вкушать. участвуй, но в начале проверяй себя, анализируй, признавай и не забудь извиняться перед людьми. Друзья, мы сегодня живем в такое время, что некоторые вещи мы привыкли делать и мы за них не извиняемся. Привык, например, кричать, орать, обижаться, носить какие-то непрощения и так далее. Много может быть причин. И ты привык, и ты ходишь в церковь с этим. И ты не видишь проблем, и ты участвуешь. Вот почему Писание призывает, стоп, анализируй себя и только потом это делай. Это напоминание. Не мешай черное с белым, не мешай грешное со святым. Не превращайся в серое. Вот почему Писание к этому нас призывает. Но из-за того, что мы привыкаем к некоторым вещам, мы их уже не замечаем. Вы знаете, друзья, люди, которые понимают, в каком они положении неправильном, они некоторые не участвуют в служении и причастии месяцами, а кто-то годами. И я хочу, чтобы вы все услышали, что это неправильно. Для христианина это смертельно. Если сказать еще круче, духовное самоубийство. Читаю. Слушайте внимательно. Иоанна 6 глава. 53 стих. Иисус сказал, если не будете есть плоти, внимание, если не будете, обращение к верующим, не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Вы скажете, ну я дышу и тебя слышу. Не о физической жизни идет речь, а о духовной. Духовно ты уже никакой мертвый, еле душа в теле, нету жизни, радости, мира. И у одного человека спросила, как жизнь? Она ответила, а нету жизни. Я говорю, ну как? Она говорит, я не живу, я существую. Оказывается, и такое может быть. Ты вроде бы живой, но ты давно жизни нету, не пахнет, существуешь. Вот почему важно делать все правильно, как нас учит Писание, и тогда будешь иметь жизнь, жизнь будешь иметь. Но дальше, самое важное, вторая половина написана, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь, давайте громко скажем, вечную, вечную. Это ради чего мы живем? Мы же не играемся здесь в церковь просто так. Тут же собрались взрослые, нормальные люди, не то, что у них нечем заняться. Мы же движемся к вечности, мы в это верим, а здесь написано, кто не будет, не будет иметь жизни вечной. Вот как важно быть частью этого. Но подходить к нему нужно правильно, и осторожно. И Бог корректирует нас, пока мы на пути. Итак, я повторял, что главный призыв Писания это анализируй, суди себя. И это подтверждается еще один текстом из Нового Завета. 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя. Снова все стрелки перевели на себя. Вникай в себя и вникай в учения. Занимайся с ним постоянно. Не один раз в неделю, не иногда, но постоянно вникай в себя. Ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. Вы знаете, когда люди фоткаются на телефон, как вы думаете, если там фотография групповая, что люди делают первое? Эту фотографию приближают, и что они делают? Они вникают в свои реснички, улыбку, зубки, лицо, прическа. Правда? Представьте себе, каждый раз, когда вы сфотографировались, и вот этот зум сделали, и точно так же, только духовно. Раз-раз. И так, секундочку, подождите, мне надо время. Я просто привел пример, как практически мы часто вникаем в себя внешне. А представьте, чтобы мы так же вникали в себя, но внутренне, духовно. Поэтому, друзья, вникай означает, замечай, следи, исследуй, анализируй, проверяй себя, смотри за собой. Английские переводы keep close watch on how you live, take heed to yourself, pay close attention to yourself. Значит, есть шанс, что человек может вникать в других. Есть шанс, что человек в себя не вникает. Есть риск, что человек в себя вникает не постоянно, а там написано постоянно и написано в себя. Оказывается, вникать в себя – это вопрос серьезный, он связан со спасением. Давайте прочитаем этот текст наоборот. Типа, я вам расскажу. Представьте себе, не вникай в себя, не проверяй себя, не вникай в учения, делай это непостоянно, и так поступая, и дальше по тексту. Оказывается, друзья, для христианина, который, это очень знакомый текст, очень, кажется, базовый, банальный, но для нас это настолько важно, чтобы некоторые простые вещи мы в жизни не просто знали, но мы их применяли, и мы так жили. Бывает, друзья, что когда мы попали в конфликт, в обиду, мы сколько усилий и времени тратим на то, чтобы объяснить самому себе и всем, насколько другой виноват. Вы не замечали, как иногда человек сам с собой заговаривается? Это уже опасно. Вот так, сам с собой разговаривает, тебе объясняют, ну как он так мог, как она так мог, ну я же нормальный человек, ну как, я же столько ему сделала добра, и вот это то-то-то, и сам с собой разговаривает, там уже такой диалог, уже идет, тут кто-то подходит, так ребенок, мам, 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 отстань, не перебивай, подожди, а с кем ты разговариваешь? С собой. А на какую тему? Ну как, объясняю, в себя вникаю, или в других? У вас было такое, что в вашей жизни вы так удивлялись с других людей? это вопрос такой, это не капкан, ответ простой, да, ответить нужно да, было? Удивлялись других людей? Да, а теперь уже вопрос посложнее, а у вас было такое, что вы себя удивлялись? Отвечать нужно тихо, но если это было, то это хорошо, вы знаете, что, вот представьте себе, что-то натворил, наговорил, сказал, а потом как раз пришел в зеркало, так глянул на себя, говорит, ну ты что, ты 20 человек в церковь, 20 лет в церковь ходишь, а ну смотри мне в глаза, и разговариваешь, объясняешь ему, сам себе, ну как ты можешь это? Как ты можешь так говорить, так поступать, так жить? Это, друзья, если бы так было в нашей жизни, что мы бы так в себя вникали и так себя удивлялись, то можно самому тогда, если бы мы в себя вникали, хотя бы можно сказать, ну как, сколько можно до сих пор так опаздывать в церковь на третий поток? Я на первом потоке это сказал, и мне их так жалко стало, а на третьем, ну до 12 часов, спать и не можешь разобраться разобраться и прийти вовремя в церковь? Ну ты же Бога почитаешь, ну да, ты Бога любишь, ну да, ну да, ну это же Бог, так ты возьми себя в руки, вникни в себя хотя бы на 5 минут и скажи, ну ты хотя бы приди в церковь вовремя, в Дом Божий, ну почти его, если в жизни не получается с понедельника по пятницу почтить Бога, то хотя бы вовремя приди в его присутствие. это нормально вникать в себя? А кто не вникает, то у нас в церкви есть пророки, они уже могут сказать, кто будет опаздывать, они уже давно опаздывают и как будто и будут опаздывать. Ну и вы поняли, что я имею в виду пророки, то есть они уже, это уже привык, это уже стиль жизни, человек делает уже не кается, не извиняется, не чувствует себя даже плохо. Поэтому, друзья, иногда мы оправдываем себя, что у меня нет времени читать Библию. На самом деле, проблема не во времени, проблема в том, что ты пропадал в экране, в телефоне, убивал там время, а потом говоришь, нет времени. Если бы ты вникал в себя и говорил себе правду, то возможно, что-то бы изменилось, но потому что мы в себя не вникаем, а вникаем в других, там в новости, в политику, пытаемся разрулить мир, а тут надо в себе разобраться. Иногда. Вот почему Писание призывает нас вникай в себя. Иногда мы не в мире, то с тем, то с тем человеком. Иногда у нас обида живет внутри, непрощение, но ты себе внушил, что все нормально, привык, и вроде бы живешь, а Писание призывает, нет, нет, вникай, не надо с этим жить. Человек не должен привыкнуть к грехам, человек не должен привыкнуть к плохим привычкам, если человек хронически, постоянно орет, кричит, уже привык, уже не извиняется, и уже все привыкли, что он или она не извиняется, текст подходит сегодня. Вникай в себя, ну проверяй себя, ну как-то осуди себя, ну посмотри на себя, ну в зеркало с собой побеседуй, ну что-то сделай, иначе Отец Небесный, иногда написано, мы наказываемся от Господа. Но поверьте, Бог нас любит больше. Он нам столько шансов дал, что нам иногда должно быть стыдно за то, что мы так злоупотребляем Божьей милостью. Поэтому, друзья, кто участвует в сплетнях давно, и все это знают, и ты это знаешь, передаешь информацию непроверенную, лично не спросил, вникай в себя, и останавливайся, тормози, вникай, не делай это. С кем-то ты уже давно не здороваешься, привык, но это же ненормально. Писание говорит, вникай, вникай, это не должно так быть, не надо избегать. Дети, которые не слушают своих родителей, тоже некоторые привыкли, это норма. Но я хочу сегодня сказать детям, дети, Писание, Библия говорит, чтобы вы слушали с ваших родителей. Kids, if you want to be happy, the Bible uses a different word for happy, blessed. If you want to be blessed in life, the Bible says, obey and listen to your parents and honor your parents, and you will be blessed. Детки, слушайтесь ваших родителей. Хоть иногда вам и больно, и неприятно, то, что они вас воспитывают или наказывают, но они хотят, чтобы вы были самые лучшие, чтобы ты вырос и был самым лучшим на улице, в районе, в городе и в стране. Слава Богу. Если не будем вникать, это знаете, когда лампочка в машине горит, там, значит, какая-то механическая поломка. Мы даже не понимаем, какая. Горит лампочка красная, оранжевая. У вас горели? Ну, не надо поднимать руки. Но, вот, кажется, ну, ты понимаешь, что если ты не обратишь внимание, не вникнешь, не узнаешь причину, то потом, что, будет проблема хуже. Будет хуже. Вот так же иногда и у людей в духовном плане лампочка красная горит, уже мигалка тут. Все видят, а он не видит. Но зато ты же на машине, ты же знаешь, ты же хозяин, ты же за рулем, ты же едешь, ты же контролируешь ситуацию. Ты скорость контролируешь, ты поворачиваешь, ты все видишь. Это так кажется. Есть такие вещи, называются в вождении blind spot. Это мертвая зона, когда ты не видишь, но думаешь, что все видишь. Вот точно так же, как в зеркале ты не все видишь, точно так же иногда и в жизни. Ты иногда свое состояние не видишь, но зато уверен, что более-менее нормально, более-менее нормально, более-менее я в церкви. Я молодец, я не идеальный, но все равно нормальный. И вот так, друзья, Писание призывает нас, но вникай. Иначе может развалиться семья, иначе можешь потерять детей, здоровье, попадешь в тюрьму. Есть много других вариантов. Поэтому Писание призывает, анализируй. Когда мы приходим к врачу, иногда нам дают такой целый список на несколько страниц. И нам нужно отметить, какая у тебя аллергия, какую медицину ты там принимаешь, что у тебя еще болит, как у тебя суставы, кровь и так далее. А ты думаешь, а зачем мне эти семь страниц ваши? Я же вам сказал, что у меня болит желудок. А врачи думают, подожди, откуда ты решил, что у тебя болит печень? Я помню, моя бабушка всегда говорила, у меня печень болит. А я всегда думал, а как она знает? Иногда мы приходим, мы уверены в том, что мы так себе там, где-то болит, ну что там, ну, в основном у всех печень, то почему у меня не будет. Хотя мы вообще не понимаем, а что там по-настоящему болит? И мы даже возмущаемся, почему нас спрашивают вопросы о всем нашем теле, когда мы заявляем, что у нас желудок болит. Потому что опытный врач понимает, что если желудок болит, если это желудок, то тогда там есть корни, причины, возможно, другие, о которых ты даже вообще не знаешь. Точно так же, друзья, и в духовной жизни, когда мы иногда приходим к Богу и говорим, Господи, у меня вот эта проблема, у меня вот эта проблема, у меня вот здесь болит, вот эту проблему надо решить. А Бог так со стороны думает, у тебя вообще не эта проблема. У тебя вообще ни печень, ни желудок, у тебя вообще совсем другая, проблема в другом. Вообще в другом. Только нужно тебе признаться и сказать, что Господи, я вот, во-первых, в себя не вникаю, а во-вторых, тебе лучше доверяю. А в-третьих, если что, ты мне покажи, а то я сам себе уже столько диагнозов наставил и столько уже целей поставил в жизни, что мне нужно решить, а до сих пор не могу разрулить и выбраться из этой жизни. Вот почему Писание призывает нас вникать. Когда человек, слушая, думает, что я не живу в грехе, я не пребываю в грехе, у меня в жизни более все нормально, мне это не грозит, но параллельно ты живешь, твоя жизнь духовная, она теплая, никакая. Духовно ты никакой. Я хочу вам показать одну фотографию, которая иллюстрирует нашу духовную жизнь. Видите, здесь вот этот альпинист лезет наверх. Это все равно, что человек верующий взбирается вверх. Духовно он пробирается ближе к Богу. Духовно он жаждет больше Бога, ищет Бога, Его Слово, и медленно поднимается вверх, вверх, вверх. Медленно, но он поднимается вверх. А потом вдруг на одном этапе жизни он решил, я уже нормально. Я не сильно грешу, я не грешник, но и не сильно к Богу рвусь. Уже туда я не карабкаюсь к Богу. Я так, я завис, я как бы нейтральный, я так себе, я теплый, я ничего плохого не делаю, я не идеальный, но я так, как и все. У меня для вас есть одна новость. Если ты так, духовно так, ни горячий, ни холодный, то ты можешь быть в таком положении только временно. Возможно, ты духовно тепленький и негрешный, но если нету жажды и отношений с Богом, ты так можешь повисеть недолго. Рано или поздно два выбора, только два. Либо ты медленно опять полезешь к Богу вверх, либо ты полетишь вниз. Поэтому все, кто нейтральный, только одно пожелание, запомнить фотографию. Все, кто думает, что он духовно так себе, я могу вам так стануть фотку. И наша цель обязательно понимать, что мы всегда движемся, куда-то движемся, если мы никуда не движемся, это недолго. И дальше, друзья, хочу призвать вас, когда у нас будет вот эта молитва, о которой уже было сказано, freedom, это свобода переводится, то это будет не просто как обычная молитва и обычное слово. У нас там будет целенаправленная молитва, личное внимание, личная беседа, встреча, чтобы человек получил свободу. Там будем молиться и об освобождении, и об изгнании, и об освящении. И, возможно, кто не может сам себя анализировать, не может понять, почему лампочки горят в жизни. Некоторые говорят, я сам умею плавать, и я знаю тех, которые умели плавать и утонули. Умел плавать и утонул. Знаете почему? Потому что вовремя не было никого рядом, не обратился, чтобы кто-то вытянул того, кто умеет плавать. Так же и мы иногда с Богом живем духовно, вроде все нормально, есть проблемы, есть проблемы, есть проблемы в жизни. Но человек говорит, я сам, я сам умею плавать. Мы уже таких пловцов видели. Поэтому я призываю вас, приходите и в пятницу, и в субботу. И там будет молитва. Иногда некоторые люди ходят настолько загружены, настолько фильтр забит, они даже не знают, почему эти лампочки горят. Поэтому приходи, ищи, освобождайся. Иногда это простые обиды, непрощения, которыми человек даже не видит их, он уже привык к порокам, грехам. Мы привыкаем. Вот почему я приглашаю вас на свободу и вдохновляю вас на эту молитву. Друзья, если иногда вы в жизни так живем, и вы знаете, хочется иногда кричать к Богу, Господи, больно. Если я не прав, то покажи мне, где я не прав. А если я прав, то, пожалуйста, защити меня. Вы знаете, Давид, он в Библии представлен как человек Божий, который имел близкие отношения с Богом, который много проводил время, общаясь с Ним. И вот смотрите, до какого уровня он дошел. Я думаю, что это то, что должны достигнуть все верующие. Псалом 138, 23 стих. Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня. Не просто покажи, где я не прав, но помоги мне оттуда выбраться, направь меня, я сам не смогу исправиться, я сам не смогу себя сделать лучше, мне нужен ты. Поэтому первая простая задача, пусть она станет для вас лично, и сказать, Дух Святой, покажи мне, где я не прав. Покажи мне то, что я не вижу в себе, покажи мне, где мне нужно исправляться, и помоги мне, помоги мне, Господи. я помню, как я когда-то помолился и сказал, Господи, Дух Святой, покажи мне мои недостатки, покажи мне, что я не вижу в себе. Я также помню, что годами я был верующий, я даже не думал в ту сторону. Однажды, я помню, я в офисе сделал такой опрос у сотрудников и сказал им, напишите за меня критику, как бы, замечания, вот, ну, как бы, с целью хочу быть лучше. Анонимно, открыто, ну, написали. После этого двоих сотрудников не стало. Нет, шутка. Они остались. Просто больно читать было. Но иногда такие порывы в жизни бывают, правда, редко, когда мы так хотим вникнуть в себя и анализировать себя. Но оно трудно. Иногда не хочется у жены спрашивать или у мужа, ну, как-то помоги мне, расскажи мне за меня. Только тихо рассказывай. Правда? Или подходишь так к супругу и говоришь, я вот хочу измениться, ну, скажи мне, в чем мне нужно меняться? А в ответ, бесполезно. Все равно уже 20 лет. А другая сторона даже и не спрашивает. в чем надо меняться. Тоже вариант. Если человек честный, с чистыми мотивами, то, вы знаете, друзья, оно все равно работает, это полезно. Поэтому сегодня, когда мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы понимали, когда человек попадает по-настоящему в Божье присутствие и встречается с Богом по-настоящему, часто у него происходят две реакции. Помните Исаия, который попал в Божье присутствие, Исаии 6,5? Первое, что он понял, он увидел себя в зеркале. Писание не зря сравнивается с зеркалом. Когда человек туда заглядывает, он видит себя, видит себя, видит свои недостатки, что нужно поправить. И когда человек встречается с Богом по-настоящему, близко, он говорит, Господи, я здесь не прав, я здесь не прав, у меня проблема с языком, просто завал. А когда человек просто приходит типа к Богу, не видит, но когда ближе, ближе и ближе, выше и выше, там много можно увидеть. Другой пример, это знаете, апостол Павел встречается с Богом, Деяния 9,6, и он говорит, вау, Иисус, что мне делать? Когда мы приходим к Богу просто, как обычно, то мы говорим, Господи, вот это делай, Господи, вот это мне надо. А когда мы по-настоящему приходим к Богу, такой personal encounter, то мы говорим, Господи, а что мне, что я могу для Тебя сделать? Понимаете, какая реакция разная, когда ты с Богом сближаешься, то ты себя видишь и у тебя одно желание, Господи, нет, я для Тебя хочу сделать что-то. Поэтому заключение хочу пожелать. Помолись такой молитвой, Дух Святой, сегодня покажи мне себя, сделай рентген, покажи мне, где я не прав, освети каждый угол и дай силы мне быть лучше. Я как отец, я как сын сдаюсь и прошу отец, наставляй и направляй во имя Иисуса Христа и приготовь меня, чтобы я участвовал достойно и с честью. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok